Приветствую всех искренне любящих Господа Иисуса Христа. Хочу сегодня засвидетельствовать об одном прекрасном действии Духа Святого в моей жизни. Сейчас заканчивается 2018 год, сегодня 31 декабря, и пусть Бог благословит. Я хочу этой историей еще один раз показать красоту Христа, как Он красив. И самое главное, что Он свою красоту являет через искренних верующих, через тебя, мой дорогой брат. Через тебя, моя дорогая сестра, во Христе Иисусе. Много лет тому вперед, когда я еще не был так глубоко, значит, утвержденным во Христе Иисусе, но от всего сердца и от всей души я любил Бога. Однажды я по телевизору видел мать Терезу. Она была в каком-то государстве из африканских государств, республик, которые там находятся. Там шла война. И там на улице лежал подросток, который умирал. Вот мухи, которые покрыли этого мальчика, буквально вот крылья во время полета, шум этих крыльев, мух, даже было слышно. Она подошла, присела и начала своими руками ласкать голову этого мальчика. Я увидел могучую любовь. Я буквально увидел в этих руках этой женщины могучую любовь. Я увидел, что она ласкает голову этого человека с большой любовью. И я с Богом сделал завет. Я сказал, Господи Боже, я хочу, чтобы я смог любить людей точно так, как эта женщина, как мать Тереза, Господи Боже. Может быть ли в моей жизни придет тот день, когда я буду любить людей точно так. Вы знаете, я понимаю, что мера измерения, камертон любви – это Иисус Христос. Потому что Он есть воплошенная любовь Бога Живого. Он есть жертва и жертвенность Бога Живого, через которого Бог показал, что Бог есть любовь. И сегодня всякий искренне верующий во Христа Иисуса точно таким же путем идет и являет через себя именем Иисуса Христа, Божию любовь ко всем окружающим, которые встречаются на Его пути духовном. Пришел 2007 год. По повелению Бога это было так, потому что без Него я бы никогда этот шаг не сделал. Я вошел и стал представителем одной партии, из которой потом вешал. Это была партия Просветающая Армения. Я ничего не имею против этой партии. Но Бог мне показал, что Он хочет показать, какие люди и простые, и сенаторы. Чтобы я изучал образ людей. Именно Бог показал образы людей там. Больше ничего. Я стал председателем Совета мыслителей лорийской местности вот этой партии. Эта партия организовала бои без правил в городе Ереване. И мы должны были собираться. И человек 24-25 собрались и сели в микроавтобус, чтобы поехать туда и посмотреть все это. Мне не нужно было все это смотреть. Просто будучи председателем Совета мыслителей, я должен был с ними ехать. Мы ехали по дороге. И Эдик Карханян, который был председателем Центрального штаба, он сказал, давайте один час раньше выедем, чтобы там в Тесернакоберте сфотографироваться. И потом уже пойдем туда вовнутрь. И мы один час раньше выехали. Когда мы выехали и уже проехали приблизительно 80 километров, вдруг мы увидели на дороге мощную аварию. Там BMW 3 или 5, я уже не помню, не смогла, значит, управлять машиной. И с правой стороны полетела и упала буквально в Кувейт. И с правой боковой стороной сильно ударилась об землю. А там были 5 человек. Две мужчины и три женщины. Мужчины были приблизительно в 30-35 годах. Вот так. Женщины были приблизительно 50 лет старшей женщине. Молодая была приблизительно 20-23 года ей. А еще одна маленькая девочка там была. Ей было приблизительно 13-14 лет. Женщины лежали на спине, на земле. Несколько человек собрались там. Они получили очень сильный урон. И они не могли двигаться. Я вышел из микроавтобуса с моими людьми. И я подошел к этой маленькой девочке. Я присел и я ей сказал, не бойся, дочка. Я проповедник. Я буду молиться за тебя. Я положил мою правую руку на ее голову и начал молиться Иисусу Христу. Я когда молился, вдруг я ошутил, что правой рукой я ласкаю ее голову, как голову моей родной дочери. Это было реально так. Я так ошутил, что она моя дочь и в таком состоянии находится. И вдруг Дух Святой напомнил меня завет с Богом много лет тому вперед, сделанный между мной и между Богом. Господи, придет ли такой день в моей жизни, чтобы я любил людей точно так, как эта женщина? Очень важно пример жизни. Важно, когда ты перед собой видишь человека, который реально в своей жизни показывает вот этот пример жизни, пример любви, любви и жертвенности. И когда я это вспомнил, когда молитву закончил, я встал. Знаете, эта молодая особа, она уже укрепилась в духе и повернула голову ко мне и сказала, молись за меня. Я снова присел, снова начал молиться, она успокоилась. Я подошел к женщине в возрасте и сказал, я прошу вас, соберите все ваше мужество и всю вашу опытность в жизни и прошу вас выслушать мои слова. Конечно, сейчас вам кажется, что с вами случилась автокатастрофа и что это что-то ужасное и не знаем последствия, что будут. Но я уверяю вас, это не так. Все, что случилось, это просто экзамен жизни. Сейчас жизнь экзаменизирует вас только в том плане, чтобы вы знали, насколько вы правильно жили на земле. Насколько вы имеете мужество. Насколько вы имеете опытность и ученость жизни. Насколько вы, как мать, можете показать пример вашим детям. Потому что вот это ее сын был водителем этой машины. А молодая девушка была женой ее сына. А вот эта другая молодая особа была ее дочерью. А другой парень был просто родственником. У водителя нога поломалась так, что кость вышла из-под мяса. И его пятка повернулась вместо носочка. Вот так. И было ужасно. Все были под травмой. Она свои руки привела в состояние молитвы. И я помолился вместе с ней за нее. А потом помолился за ее невестку. И когда я подошел к молодому человеку-водителю, чтобы молиться, он не позволил мне за себя молиться. Но я потом помолился за него. Он кричал своей матери, мама, мама. Он не знал, что с ними. Но Бог, Бог прекрасен. Вы понимаете, что же делать? Нам кажется, что вот один час раньше вышли, чтобы там сфотографироваться для памяти. А Дух Божий знал, что именно тогда в этой местности будет авария, будет автокатастрофа. И там пять душ, пять человек. Они находятся в опасности. Им нужна помощь. Во-первых, помощь Бога. Во-вторых, помощь человека. Помощь человека очень важна. Но первое, что помогает, нам помогает Бог. В духовно-психологическом смысле. Он приближается к нам и помогает, чтобы мы собрали все наши силы и противоборствовали тому удару, который пришел на нас в данный момент. Все удары, которые Бог допускает в нашей жизни, не для того, чтобы губить нас, а для того, чтобы этим испытанием сделать более крепким, более сильным и явить свою славу. Таким образом, чтобы мы знали, что они могли умереть. И если так оставаться, под болью, под шоком вот этой боли, они еще раз что-то с ними мог случиться. Но мы вовремя подоспели. И вот у Караханяна Эдика было лекарство. Он положил вот это лекарство под язык этих людей. Они как бы приняли это обезболивающее. И было у них хорошо. Мы позвонили к нашему другу в Абаран. И оттуда он выехал и привез с собой три машины скорой помощи. Они приехали. Мы взяли их, положили на насыльки и положили в машине. Я протянул мою руку в их сторону и сказал, «Предаю вас под зашиту крови Сына Божия Иисуса Христа». Потом, через несколько дней мы узнали, что там был корреспондент, который спотографировал, снимал все эти кадры. Это была случайность. Они были в другой машине. Абсолютно не с нами. А потом мы узнали, что у этих людей, у всех все хорошо. Они вышли из-под этого удара. У них все хорошо. Не стало там инвалида или кто-то. Они исцелились. Слава Господу, это Бог сделал. «Друг мой, я хочу говорить тебе, что вот любовь к человеку, если в твоем сердце есть, то Бог тебя обязательно пошлет туда, где человек нуждается в твоей помощи. Бог обязательно возьмет тебя как свою стрелу и засренную, и Он натянет свою сетива и отпустит тебя, и ты полетишь буквально к цели Бога Живого. Тебе покажется, что ты едешь по какой-то другой цели. А у Бога своя цель, и Он знает тебя, где и в каких случаях и в каком месте употреблять. И Бог через тебя явит свою славу. Слава Господу за тебя, друг мой. Стремись к любви Божией. Стремись к цели Божией, и Бог будет прославляться в твоей жизни. В этот новогодний вечер, пускай год, который проходит в твоей жизни, все, что было, да будет для покаяния твоего. И вот этот Новый год ты принимай от другим, из руки Бога Живого. Принимай для того, чтобы идти на более высокий уровень в познании Бога Живого. Вы Его Сыне Иисусе Христе через Духа Святого. Иисус Христос пришел, чтобы именно таким образом показать и сказать, как Езекель, пророк в 16 главе 6 стихе говорит так. «И я проходил мимо тебя и увидел тебя в кровях твоих, и сказал тебе, в кровях твоих живи». Да, так я сказал тебе, в кровях твоих живи. Иисус проходил мимо нас, и Он увидел, что нет ни одного глаза, который мог бы помиловать нас, который мог бы помочь нам. Иисус подошел и понял, что необходимо, чтобы здесь кто-то был наказан, потому что Божья справедливость должно быть в этом деле, чтобы восторжествовало. И поэтому Бог должен был нас наказать. Но чтобы восторжествовала вот эта праведность, справедливость Бога Живого, Иисус дал себя вместо меня и вместо тебя, друг мой, чтобы Его наказали, чтобы Он принимал наше наказание. И, как говорит пророк Исаия, наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Слава Иисусу Христу! Открой твое сердце перед Господом, пусть Бог благословит тебя и твою семью, и пусть Бог даст тебе могучее служение и распространит Своё Царство через тебя, мой дорогой брат и моя дорогая сестра, во имя Иисуса Христа. Аминь. Мир дому вашему.